привет всем особенно тем кто ждал очередного выпуска по проекту бегемот расскажу тем кто не в курсе те кто случайно зашел на канал проект был посвящен тому чтобы из гнилого убитого автомобиля привести его в более менее приличное внешнее состояние те кто когда-либо восстанавливал автомобиль собственными руками прекрасно знают что это занимает не просто много времени это скажем так абсолютно неблагодарная затея конечно в конце мероприятия это все окупается эмоциями но в процессе это чаще всего затягивается на очень продолжительный срок так как выискакивают разные моменты всякие форс-мажорные обстоятельства которые изначально не предусматривались обратите внимание вокруг вот на этом самом месте стоял мой уаз на этом самом месте его ремонтировали и делали ему пороги варили а сейчас здесь его нет почему получилось так что наши соседи автосервис техносервис который назывался они съехали они съехали в другое помещение и соответственно мне пришлось уаз забирать отсюда и перевозить другое место что вы увидите в этой серии в этой серии мы будем делать фальш пороги на уаз то есть в предыдущем выпуске вы видели как мы варили профиль квадратной трубы 3 миллиметровой так в этой серии мы закрываем все это штатным порогом сажаем все это наклепки ну сейчас вы все увидите также в этой серии мы покажем вам как красится автомобиль раптором что для этого нужно сколько уходит материала что требуется как подготавливается автомобиль для покраски спешить нам некуда проект этот не коммерческий чисто для себя и для вас тех кто смотрит это видео тех кому это интересно нас не так много тем не менее мы будем продолжать проект обязательно до соберем машину обязательно поедем на ней отжигать и снимаем еще несколько роликов по-любому значит наша идея посадить порог наклепки казалось принципе вполне нормальной сейчас мы его немножечко загрунтуем чтобы он не гнил изнутри антигравий да антигравием загрунтовали точнее покроем антигравием и будем прямо сейчас клепать так здесь у нас что все приварено металлический квадратный профиль я уже показывал в нем уже понасверлили отверстий подклепки решили на саморезы не сажать потому что говорят что саморезы они ржавеют и намного быстрее все погниет ну не знаю посмотрим принципе можно было конечно оставить профиль прямо не закрывая его порогом но ввиду того что мне придется идти его видимо стоит на учет уазе кто меня гаишники скорее всего не поймут лучше наверное сделать чтобы было выглядеть выглядело как штатно хотя бы внешне так не приглядываясь дальше что у нас дальше так крылья которые я купил бушные я решил прокрасить изнутри вот чем обычный хаммерайт краска по ржавчине я думаю что он даст какой-то толк хоть немножко сохранить эти крылья хотя конечно я надежда особых не имею за то что это все продержится долгие годы потому что металл все-таки полное дерьмище сейчас мы займемся вторым крылом вот она у нас стоит но она в принципе по довольно приличном состоянии ничего такого дырок нем нету но в общем то такое целое относительно вот изнутри сейчас покажу изнутри ржавчина конечно присутствует кое-где вот здесь подшкурили но ничего ничего сейчас я вот он прокрашу и нормально какое-то время поездить обнови дальше вот дядя миша уже пробрызгивает внутри антигравием чтобы закрыть порог я понимаю что вы скажете что нафига вы это делаете сейчас это вот ерунда что под порогом будет скапливаться вода и грязь и она еще сильнее начнет гнить но видите какая история него по-любовому ставить на учет и это единственное что мне пришло в голову чтобы гаишники не докопали ну что все подготовили отверстие немного грунтом закрыли чтобы они не гнили по голому металлу здесь то же самое немножко побрызгали сейчас будем ставить и уже начинать клепат вот отлично порог стал как родной теперь нам нужно раз сверлить отверстие под клепки и заклепаться просто наживить да сейчас наживим вот несколько штук а потом уже на чем отсверливаться просверлить под это да 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 я понял отлично сами закручиваются ну что будем значит монтировать порог под порогом у нас как вы уже видели профиль трех миллиметровый квадратный снаружи он закрывается оригинальным порогом вот мы решили его сначала наживить на саморезы для того чтобы подогнать а далее уже будем клепать наклепки так как саморезы они не очень качественные они гниют вот чем мы сейчас занимаемся мы сейчас примеряемся сейчас покажу что снизу у нас получилось так вот он профиль видно снизу сейчас мы будем снизу еще монтировать специальную планку для того чтобы нижнюю часть тоже прикрепить почему мы решили не варить вот для того чтобы вот она планка к ней будет крепится часть порога чтобы он не ну чтобы он не болтался чтобы у него тоже была жесткость да вот здесь вот мы ее прихватим потом сваркой к ней при привяжемся вот почему мы почему мы решили не приваривать порог снаружи для того чтобы он был съемный так как он очень тонкий очень крайне низкого качества и я думаю он долго не проживет он он уже начал хвататься ржавчиной мне даже страшно представить сколько времени он вообще протянет даже с нормальной покраской поэтому он будет взгнивать а мы его будем варить ну фу а мы его будем менять на при необходимости вот такая вот технология очень простая примитивная но гениальная как все русских людей до главная смекалка прокрасил антикорным антикорной краской думаю будет немножко меньше ржаветь ну вот пока на этом остановимся задняя арка уже готова выведена вот так что левый борт практически закончен вот дальше покажу как мы будем уже устанавливать его монтировать на герметик наклепки как обработает за мы все обработаем обязательно чтобы все это не гнило обрабатывать зачем обрабатываем как обрабатываем все мы это от снимем и мы покажем подходит подходит все теперь это сверло подобрано по размеру теперь начинаем сверлить ты наварил направляющие есть куда это самое главное да да так значит что мы делаем мы прихватили струбцинами эту планочку которую потом будем крепить к профилю правильно да приваривать да мы ее потом приварим сейчас мы к ней присверлимся и вот то что прямо зарегает на нее да 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 не очень удобно снимать но ничего вот такая вот технология толщина профиля вы этот планочки 3 миллиметра до 3 миллиметровая планочка вот сейчас ее видно хорошо вот но она как раз как толщина как и профиль такой же примерно даже из такого же типа профиля сделан жесткость хорошая пригрыз жесткости вот такая вот вот такая вот идея к нам пришла так поехали прикручиваться к ней так значит промазываем герметиком чтобы вода не попросила подала под порог и дальше уже ставим порог и приклепываем наклепки ну и снизу тоже само собой на ребер везде все вот так ну закомментируй что вставляем в отверстие так корректировать да 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 станешь блогером станешь блогером скажем входит и выходит замечательно выходит что делать что делать видишь какая идея гениальная все сразу поставить что только не сделаешь ради гаишников горя не пропадом кто это разговаривает а кармане смотри смотри понравится это а смотри ну смотри это это как в компании нет нет не будем говорить она не заплатила между прочим а вы правда она академика у вас экспонсирует какая злое удовольствие кто бы мог подумать процесс такой не особо приятный камеры снимать намного больше чем клепать у меня получается у тебя профессионально рука набита да конечно я поверю может быть этот первый раз давай снимай снимай сейчас я тебе всю машину проклепаю ага я только за опа есть есть контакт красота мы тут клепаем все клепаем вы только посмотрите как классно получилось да день офигенно просто офигенно просто бомбически ну как родной сидит просто класс класс надо поменять отрубил да да если надо отрубил другое поменял и все можно вообще пластиковые приклипать они вообще никого не сгниют ну не знаю смотри на герметик надо попадать не будет обработали цинком ну да цинковой грунтовкой ничего не будет да это на дольше смотри как она как она сидит как будто прерывая ну приваренная прям не это грамотная была идея жестко чем родная да лучше как удобно вот так вот пацаны больная выдумки хитра нормальная тема все огонь поехали дальше если еще сейчас загрунтовать и антигравийкой покрыть а мы сейчас так и сделаем и она будет смотреться вот как черную смотрели усилитель так и сделаем сейчас а и Продолжение следует... Ну что, значит, после того, как отремонтировали пороги, взялись за крышу. Крышу, как видите, поставили новую переднюю часть. Крыша здесь состоит из двух частей, в отличие от нового Патриота, на котором крыша одним листом, как на нормальной машине. На этом чуде техники он состоит из двух листов и посередине шов. Вот. Крыша передняя часть сгнила. Сейчас покажу, из-за чего ее заменили. К сожалению, я не успел заснять, как он это делает, потому что у меня не было в Москве. Сейчас покажу старую. Вот старая крыша. Тут, правда, темновато, нифига не видно, тащить ее лень. Вот. Вот такой слой был. На ней шпакли. Обалдеть. Не знаю почему, я очень сомневаюсь, что так должно быть с завода. Видимо, ее либо кувыркнули, либо на нее что-то упало в свое время. Потому что я другого объяснения этому не вижу. Вот. И она, естественно, начала гнить под шпаклей. Сейчас, секунду. Опа. Вот. Она начала гнить под шпаклей. Ну, короче говоря, крышу мы поменяли. И теперь она у меня, слава богу, без люка. Потому что люк тек. Он меня задолбал. Там сломалась какая-то пластиковая деталь внутри. Я его заклеил весь сверху этим герметиком. Залил. Что мне это стоило? Надо было его снять. Все там обезжирить, его приклеить. Но он вообще нафиг не нужен мне. Так что теперь его у меня не будет. И чему я, безусловно, очень рад. Так. Теперь у нас стоит задача покрасить машину. Покраска бывает разная, как вы понимаете. Вот. И покрасить ее обычной краской у меня желания не было изначально. Потому что я собираюсь использовать в лесу и обдирать. Так что выбор пал на раптор. Конечно, было бы идеально ее покрасить Line X. Но Line X это слишком дорого. Поэтому мы купили раптор. Я купил 8 литров. Хотя по сайту раптора, по расчетам, на нее должно уйти в два раза больше. Но ничего, ребята сказали, что хватит и восьми. Так что они сейчас готовят, шкурят. Для того, чтобы краситься раптором, необходимо, как и при обычной покраске, обязательно замотать машину, чтобы лег сначала грунт, а потом краска. Сначала грунтуем. Многие говорят, что красить раптором нужно использовать обязательно грунт. Покупать тоже раптор. Но мы так подумали, что это какой-то разводилово. Поэтому купили обыкновенный грунт, которым здесь пользуются. Раптор субтитров А.Семкин Саня нам решил, короче, немножко рассказать о технологии покраски раптором. Потому что многим интересно, как вообще красится раптором. Что для этого нужно и в чем секрет. Короче говоря, вопрос первый. Есть ли вообще какая-нибудь разница от того, красишь ты раптором или обычной краской? И я имею ввиду в подготовке. Готовить надо одинаково, что под раптор, что под окраску. Чем лучше подготовил автомобиль, тем лучше все это будет держаться. Ну, краситься они, то есть готовиться они одинаково, да? Одинаково. Подготавливаться. По-хорошему подготовить одинаково. То есть для начала надо, я так понимаю, как обычно, просто подготовить, расплевать, выровнять поверхность. Да, потом загрунтовать. Да, загрунтовать. Вот, кстати, такой вопрос по поводу грунтов. Вот, в рапторе, ну, на сайте раптора они продают все под своим брендом. То есть там есть и пистолеты под своим брендом, и грунты под своим брендом. Есть ли разница, грунтовать их грунтом или можно грунтовать обычным? Можно грунтовать обычным. Принципиально они ничем не отличаются. Производители грунтов производят, что те, что эти, только брендом отличаются. Больше ничем. Поэтому мы и купили обычный. Так, еще вопрос следующий. По количеству, по количеству, сколько нужно покупать панок раптора, и есть ли разница с краской по количеству килограмм, что больше уйдет? Раптор уходит больше, чем краски. Потому что им наносится, толще сло им наносится, поэтому его уходит больше. Литров 8 надо на машину. Ну, а вообще красить сложнее краской или раптором? Краска сложнее красить. То есть раптором это, в принципе, намного проще? Ну, попроще, чем. Потому что ты не наносишь лак. Самое сложное, есть и лак на автомобиль. А во сколько слоев красить лучше? В 2-3. А надо давать высыхать слоям или они наносят один с другим сразу? До мотовения. Сначала он замотовел, а потом следующий слой. А сколько времени такое? Если в камере, то 2-3 минуты ждем. А его вообще нужно сушить или можно? Да, конечно. То есть, я имею в виду, в камере лучше красить раптором или можно прямо на улице? Нет, лучше в камере. Температурную сушку всегда лучше. Понятно. А вот если... Вопрос такой. А не будет ли под раптором она гнить? Потому что, если, допустим, под краской обычной ты увидишь, начнет пузыриться, то под раптором, я думаю, оно сразу-то не вылезет. Под раптором огнить не будет, потому что вы грунтуете и подготавливаете поверхность сначала. Но не будет ржаветь. То есть, ты считаешь, для таких машин, вот именно для внедорожников, лучше... Лучше раптор, да. Лучше не краска. Не краска. Ну, офигенно. Ну, что, тогда мы сейчас покажем технологию, как мы вообще это делаем, да? Да. Так, в двух, как говорится, словах. Так, люди смотрят. А если у кого возник этот интерес, если кто-то захочет покраситься, то ссылочки будут в описании. Можете позвонить, вам все посчитаю, что почем. Поехали тогда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Грунт высох, вот готовая работа. Теперь осталось замотовать. Можно уже покрывать раптор. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Обалдеть Красотища какая Здесь ему точно будет не скучно Вот это автосервис Наших друзей и партнеров Автосервис называется AMD Что переводится очень просто Автосервис Миша и Dima И здесь же на территории Находится Wrangler Club Тоже наши хорошие друзья С которыми мы давно уже И сотрудничаем И дружим И общаемся Вот он мой УАЗ Теперь он переехал сюда Здесь я надеюсь За него возьмутся гораздо Серьезнее чем в прошлый раз Гораздо быстрее Вот здесь он теперь поселился И ждет пока мне дадут список На то чего не хватает Что осталось сделать Осталось его Дособрать Ставить стекла Поставить двери Крылья Капот Ну и все такое И дособрать Завести его Поставить баки Ну Дальше по мелочи Остается скотразвал И все такое Вот какие у него Теперь здесь соседи Я думаю Он их не заразит Своим стоянием Уже почти годовалым Не на ходу Ну а мы пока пойдем Пообщаемся с пацанами И Узнаем Во что нам теперь обойдется Оставшаяся модернизация Бегемота Продолжение следует... Пошли, я тебе покажу комнату. Сделай мне, пожалуйста, УАЗик. Я заебался, Ждакер. Он, блядь, уже почти год там простоял. Я тебе говорил, Брансуру. Смотри, вот бампера. Но их надо покрасить. Но это не ко мне. Но это мне Мансур покрасит. Вот бушвакеры стоят новые. Крылинги на крыше он покрасит. Все эти, какого. Крыша, фигиша, все здесь. Вот, Макс, вот здесь все. Двери, крыша, все здесь лежит. Вот, видал? Все здесь. Надо повесить двери все, прикрутить все это дело, ставить окна и поставить баки на него и поехать потом. Баки? Ну, баки там тоже лежат, они сняты. Ну, что, сделаешь мне УАЗик, Макс? Сделаешь мне УАЗик, Макс? Ага. Ну, скажи «Да». Скажи «Да». Я же из-за бесплаты прошу, сделай, не УАЗик. Сделаешь? Я не сделаю, а помочь и помогу. Вот это же другой разговор. Диман, поможешь мне УАЗик? Конечно. Спасибо, пацаны. Базаром. Все. Сделать. Давайте только не год. Не год. Давайте срок поменьше. Хорошо? Угу. Собрать как запорожцы? Все, пока пообещали, надо отсюда сваливать. Пока не передумали. Субтитры подогнал «Симон»!